Нет ни у одного православного человека в России, которого бы не волновало происходящее на Украине. Пересказывать обо всех безобразиях, что там творятся, нет смысла. Всем и так все известно из телевизора и газет. Но сегодня мне хотелось бы сказать не о них, а о нас, тех, кто находится по эту сторону экрана. Это хороший повод увидеть, что на самом деле ты из себя представляешь. Все же просто на самом деле. Вот идешь ты, к примеру, по улице, видишь, бабушка милостыню просит. Ты подаешь ей денежку, проходишь мимо, или вообще делаешь вид, что никакой бабушки нет. И больше ничего говорить о тебе не надо, все и так понятно. Если у соседа в доме беда, если там пожар, если люди в окнах мечутся, дети малые плачут, собаки воют, то твоя реакция на это тоже будет предельно честной. Ты или станешь вызывать пожарных и скорую, или будешь смотреть и радоваться, как красиво горит, или, не раздумывая, обмотаешь лицо мокрой тряпкой и бросишься в огонь людей спасать. Как сказал мне один пожилой батюшка, если там на Украине наши братья, то почему мы так громко радуемся каждой их беде? Все наши СМИ только об этом и кричат с утра до вечера. Разве это нормально? Разве это по-христиански, по-человечески? Что мы скажем, когда Господь спросит, как мы отслеживали происходящее на Украине? Как писали гневные посты в социальных сетях, обличали, репостили, лайкали, как комментировали, давали извительные прогнозы, гадали на кофейной гуще и тушили бензином огонь, а на злобу и ненависть отвечали еще больше ненавистью и злобой. Смотришь и глазам не верится, что все это происходит с нами на самом деле. Никакому фантасту в самых буйных фантазиях не привиделось бы то, что происходит между еще вчера дружными братскими народами. Какой-то безумный театр абсурда, где мы словно марионетки, дергающиеся по двой и улюлюкани из преисподней. Я спросил себя, а что как православный человек я сделал, чтобы этот страшный пожар на Украине попытаться затушить? Кому помог, за кого помолился, как это делает наша церковь за каждым богослужением, как исполнил завет братской любви, выше которого ничего нет на земле. На суде Божьем каждый будет отвечать за свое, его суды, не наши суды. Каждый даст отчет за себя, с них Господь спросит за их дела, с меня за мои. И что я скажу, как оправдаюсь? Нет ответа, только молитва и упование на милость Божию. Такие дела.